мы представляем еще одну новинку 21 года это маточное молочко с сухим медом капсулах история создания этого продукта также заслуживает отдельного внимания рассказа как вы знаете компания тинториум является участником государственных программ по обеспечению и внедрению отечественной аппетита продукции в спорте высших достижений 13 сборных олимпийских команд российской федерации тренировочном соревновательном процессе принимает продукты тинториум принося стране олимпийские медали и спортивные результаты многие годы французские компании были основными поставщиками леофилизированного маточного молочка для сборных россии санкции новая коронавирусная инфекция к вид 19 несла существенные корректировки в государственные программы в 2020 году федеральное медико-биологическое агентство российской федерации обратилась компанию тинториум с предложением разработки нового продукта с маточным молочком для спортсменов элитного мастерства в рамках научно-производственной деятельности и выполнения мероприятий по импортозамещению компания тинториум приступила к созданию нового продукта маточное молочко в капсулах при разработке были рассмотрены и внедрены рекомендации специалистов фиц питания и биотехнологий перспективные научные разработки и новое технологическое оборудование обеспечивающее сохранение натуральных составляющих в процессе переработки на сегодня пилотные партии этого нового продукта прошли первые контрольные тестирования и направлены для серийного производства что это за секретный продукт для спортивных результатов и только ли для спортсменов поговорим об этом концентрированный пищевой продукт маточное молочко с сухим медом капсула будет доступен каждому кто заботится о своем здоровье марат что за продукт в составе этого важного продукта только натуральные компоненты сухой мед и или афилизированное маточное молочко я снова предлагаю обратиться к специалисту за ответами к ученому эпидологу начальнику отдела инновационных разработок компании тентуриум кандидату биологических наук николаю викторовичу ахдееву николай что такое маточное молочко почему она носит такое поэтичное название и для чего она нужна пчелиной семье маточное молочко секрет глоточных желез рабочих пчел вырабатываем в качестве корма для личинок личинки рабочих чего получают маточное молочко только три первых дня жизни личинка матки и сама матка всю жизнь генетически и рабочая пчела и пчелинная королева идентичны и только маточного молочка определяет срок жизни эффективность женских особей медоносной пчелы и матки при этом пчела в среднем живет 45 дней летом а пчелиная королева марка питающаяся молочком может прожить до 7 лет. Как получают маточное молочко на пасеках, промышленных пасеках, и сколько за сезон можно собрать этого ценного продукта? У нас есть небольшая в виде зарисовка, да, и я хотела бы услышать еще и твои комментарии. Субтитры добавил DimaTorzok Маточное молочко – это деликатный продукт пчеловодства, который требует особых знаний в сборе, переработке и хранении этого ценнейшего дара улени. Свежее маточное молочко представляет собой непрозрачную сметанообразную массу молочно-белого цвета с кремовым оттенком, слегка жгучее кисловатого вкуса. При комнатной температуре и на свету маточное молочко желтеет, высыхает, теряет свою активность. Очень важным этапом является его хранение. Пептиды и жирные деценовые кислоты, главное активные вещества маточного молочка, включающие спящие гены, очень чувствительны к условиям хранения. Нативное маточное молочко при температуре окружающего воздуха теряет свои свойства и хранится не более двух часов и до двух лет при заморозке. Вот ты сейчас сказал несколько терминов. Нативное маточное молочко, лейфилизированное есть. Есть еще понятие адсорбированное маточное молочко. Что это такое? Помоги нам разобраться. Многие физико-химические процессы, в том числе порчи, в том числе связанные с участием ферментов, происходят только при наличии воды. Поэтому удаление влаги – простой и эффективный способ сохранения продукта. Лейфилизация – самый щадящий способ сушки, поскольку сушка происходит непосредственно из-за мороженного состояния. Именно эта технология прекрасно подходит для маточного молочка. В Советском Союзе ранее был предложен более простой способ производства адсорбинного маточного молочка, когда в качестве асорбента использовали лактозу. Но лактоза, молочный сахар переносится не всеми. Поэтому сегодня мы используем в своем производстве это лейфилизированное отмазочное молочко. Николай Викторович, спасибо тебе огромное, тебе и твоей команде. И ждем, естественно, новых, уникальных и полезных продуктов компании «Тентуриум». Пожалуйста. А мы продолжаем разбираться в тонкостях апифитотерапии. Марат, капсулирование продукта. Для чего оно нужно и необходимо? Это привычная форма, обеспечивающая сохранность королевского желе внутри запечатанной капсулы. Если говорить о фармакокинетике продукта, то есть всасывании, распределении его по органам и тканям, метаболизм, то есть выведении его из организма, при приеме маточного молочка внутрь, всасываясь слизистыми оболочками, обязательно оно попадает в печень и подвергается там значительному метаболизму, во многом теряя свою биологическую активность. Чтобы избежать вот этого разрушения маточного молочка, при первичном происхождении его через печень, лучше всего его принимать под язык, сублингвально, то есть о чем мы всегда и говорили при использовании медовых композиций с маточным молочком. В этом случае маточное молочко минует печень и сразу же попадает в общий кровоток, где через круг кровообращения разносится по органам и тканям и вызывает эффекты, за которые его, собственно говоря, и прозвали королевским желе. Здесь же в этих органах происходит его частичный метаболизм, разрушение, и окончательно уже оно выводится, поступает в печень и затем уже из организма выделяется. Продукты распада выводятся из организма с мочой. И в этом случае проявляется его вот это резерктивное общее действие маточного молочка на организм. Почему такой длительный вот вступительный процесс? Мы используем капсулирование продукта в этом случае для чего? Только как дозатор, то есть как дозу, чтобы выверить? И да, и нет. Давайте разбираться. Прежде всего, это четко выверена дозировка продукта. По одной капсуле 100 мг лиофилизированного маточного молочка, что соответствует примерно 300 мг нативного маточного молочка. Но самое главное – это сохранение ценного продукта внутри запечатанной капсулы от окисления до ценных кислот важных биологических маркеров подлинности и эффективности маточного молочка. Содержание активных компонентов до ценного кислот в одной капсуле – 3,7 мг. Почему выбор сделан в пользу сочетания сухого меда или афилизированного маточного молочка? В природе сочетание меда и маточного молочка очень естественное. Мы долгое время использовали медовые композиции с маточным молочком. Время новых технологий и условий создают востребованные возможности для новых продуктов на и традиционном качестве. И конечно сухой мед выступает в качестве безопасного природного консерванта, превращая окисление и порчу такого ценного продукта как маточное молочко. Абсолютно верно. Сочетание сухого меда и маточного молочка активизирует защитные силы организма, помогает сохранить красоту, силы, здоровье, полезен как для мужчин, так и для женщин, регулирует уровень холестерина, стимулирует циркуляцию крови, способствует секреции молока у кормящих матерей, благотворно действует и влияет на кожу. Говоря об эффективности продукта, хотелось быть уверенным, что леофилизированное маточное молочко идентично по своему составу, то есть по биологической ценности нативному маточному молочку. Да, конечно. Девиз компании «Качество и честность». Белки маточного молочка представлены альбуминами и глобулинами, которые определяют основные защитные свойства. Это противовирусное, антибиотическое, антитоксическое и другие свойства. Большая часть антител, содержащихся в сыворотке крови, находится в гамма-глобулиновой фракции. Уменьшение количества гамма-глобулина в крови резко снижает защитные, то есть иммунные функции и силы организма. Употребляя маточное молочко, организм пополняется готовыми гамма-глобулином и, соответственно, повышает свой внутренний иммунитет. При этом углеводы представлены моносахаридами, глюкозой и фруктозой. Ферментная активность определяется содержанием амилазы, каталазы, инвертазы, протеазы, кислой фосфатазы и другими протеолитическими ферментами. В многоматочном молочке микроэлементов Да, говоря о микроэлементе, хотелось бы остановиться на наличии цинка в микроэлементном спектре. Он определяет стимулирующее действие маточного молочка на репродуктивные органы. Кроме того, цинк защищает от вызванных ярким светом повреждений глаз, обладает мощным антиоксидантным свойством. Имеется в маточном молочке и ряд биологически активных компонентов и веществ, например, это гормоны эстрадиол, тестостерон, прогестерон, которые помогают при ряде заболеваний, нарушениях в эндокринной сфере и репродуктивной деятельности, как у мужчин, так и у женщин. Повышение антрогенной функции позволяет применять маточное молочко при импотенции. Стимуляция функций яичников приводит к повышению выработки эстрогенов, что используется при недостаточных функциях яичников у женщин. Это обстоятельство позволяет рекомендовать его при некоторых видах бесплодия. Маточное молочко стимулирует деятельность молочных желез, устраняя гиполактацию. Поэтому этот продукт особенно востребован женщинами в период беременности и восстановительный период после рода. Маточное молочко является сильным биологическим стимулятором всех видов обмена веществ белкового, углеводного, жирового, энергетического. И особого внимания заслуживает применение его для профилактики раннего старения организма. Геронтологи считают, что старение человека в нашем обществе идет по патологически преждевременному типу. Этому способствуют экономические и экологические условия жизни. Болезни второй половины жизни человека. То есть это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, деменция. Многолетний опыт применения маточного молочка в качестве гериопротектора и наотропа свидетельствует о том, что у пожилых людей улучшается память, зрение, слух, аппетит, повышается устойчивость стареющего организма к инфекционным заболеваниям. Также стабилизируются функции сердечно-сосудистой системы, поднимается настроение, физическая активность, нормализуется сон. Все это обусловлено богатым набором в маточном молочке, витаминов, ферментов, микроэлементов, выступая в качестве природного безопасного наотропного продукта. В педиатрической практике маточное молочко используются у детей при синдроме гиперактивности, невнимательности. Действия маточного молочка на центральную нервную систему весьма разносторонние. И вот, например, сегодня уже прозвучало, что интенсивный рост и развитие пчелы в долголетии пчелиной матки определяется главным образом белками, которые содержатся в маточном молочке. Да, все верно. Общеположительный белковый баланс, а также наличие витаминов и микроэлементов и других биологически активных веществ в маточном молочке позволяет использовать его с целью снижения явления гипотрофии, то есть пониженного питания у детей. Гипотрофия проявляется малым ростом и весом, плохим аппетитом, бледностью, плохим сном, вялостью, апатичностью. Клинически было доказано и обосновано анаболическое действие маточного молочка у детей и взрослых с признаками гипотрофии. В наш век у большинства больных среднего и пожилого возраста наблюдаются отклонения в липидном обмене, что является риском развития атеросклероза и заболевания сердечно-сосудистой системы. Введение в рацион питания апифитопродуктов с маточным молочком и сухим миодов приводит к снижению уровня холестерина в крови. Действие продукта на сердечно-сосудистую систему проявляется в улучшении сократительной способности миокарда, а также изменении тонуса сосудов, нормализации электрокардиограммы у больных. У лиц с гипертонической болезнью нормализуется артериальное давление. Те, кто страдает гипотонией, артериальное давление повышается до нормальных причин, а при гипертонической болезни оно наоборот снижается и уменьшается чистота сосудистых кризов. Ученые утверждают, что продукты с маточным молочком замедляют или останавливают прогрессирование атеросклероза и даже вызывают обратное развитие процесса. Жирные кислоты, о чем говорили сегодня, содержащиеся в маточном молочке стимулируют выработку инсулина в поджелудочной железе, что также позволяет рекомендовать его при сахарном диабете. При этом спазмолитическое действие маточного молочка проявляется на гладкую мускулатуру бронхов. В Японии и других странах был накоплен богатый опыт оздоровления пациентов с брахиальной астмой продуктами маточного молочка. Особенно важно применять его при дисбактериозах у грудных детей, у новорожденных, у которых обнаруживается резкий дефицин пантотеновой кислоты, то есть это витамина В5 при данной патологии. С пищей грудной младенец получает всего лишь 40 процентов суточной потребностей этого витамина. Остальное количество синтезируется нормальной микрофлорой кишечника. При дисбактериозе этот баланс нарушается. Высокая концентрация витамина В5 в маточном молочке дает возможность устранить дефицит этого витамина. И у грудных детей при кишечном дисбактериозе естественно этот баланс выравнивается. В настоящее время отечественная спортивная медицина испытывает огромный дефицит препаратов, стимулирующих физическую работоспособность и ускоряющих восстановительные процессы после напряженной спортивной деятельности. Появление препаратов естественного происхождения, положительно влияющих на физическую активность спортсменов, во многом решают эти проблемы, повышая устойчивость организма. Ну и в заключении. На основе маточного молочка у нас создана серия омолаживающих кремов и сывороток. Несмотря на огромный спектр положительно выздоравливающего влияния на организм, есть и особые моменты. Это противопоказания. Повышенная чувствительность и непереносимость маточного молочка и сухого меда, поражение надпочечников, острые инфекционные заболевания. И еще раз о приятном и главном. Маточное молочко с сухим медом полезно использовать круглый год и для всех детей, взрослых и пожилых людей. Употребляйте апифитопродукты и будьте здоровы! Способ применения. Одна капсула в день. Вскрыть капсулу, растворить содержимое в небольшом количестве воды.